Только что у нас получился очередной зацеп. Будем сейчас мудрить что-то с поводками, с монтажами. В принципе, у нас решение есть. Самая плохая погода для высокополия. Это самое лучшее для клёва. У нас две рыбы. Но была одна поклёвка. Вот такой вот боец со шрамом на жрабре. Ага. Ребята, всем привет. Привет-привет. Сегодня мы очередной в полном составе команды Car Travel приехали на водоём высокополия, чтобы половить карпа. Так, у нас уже есть первая рыба, потому что мы приехали ещё в обед. Чуть-чуть раньше. Да, с моей точки есть первая рыба. А с моей ты упустил рыбу мою. У нас сегодня будет небольшой эксперимент. Я буду ловить исключительно на бойло с тигровым орехом. А я буду ловить на кукурузу. Обычную, точнее ферментированную. Да, он будет ловить на... Хочу поймать амура. Говорят, что он здесь есть. Несколько лет здесь не могли поймать амуры. В прошлом сезоне, да? Да, в прошлом году. 19, по-моему, 19-500. Поймали крупного амура. Посмотрим, что из этого получится. Будет интересный эксперимент. Точки у нас, конечно, неравнозначные, но... Амуры нас ждут. 1-0. Нифига, это я рыбу поймал. Погнали. Самая плохая погода для высокополия. Это самое лучшее для клёва. О, гром примет. Ну вот, и с моей точечки клюнул небольшой карпик. Всего лишь на 9 килограмм. Где-то приблизительно. Сейчас мы его отпустим, пусть плывёт. 1-1? Да, 1-1. Давай. Так вот, красавец. Надо муранку помазать. Да, муранку надо помазать. Это не наша рамка. Первый у нас был с двумя крючками во рту, да? Ну, этот тоже боец чей-то попался. Вот порезанный. Ну, всё, доживёт тебе. Вроде больше ничего не видно. Красивый. Плывай за родителями. Тебе можно за родителями. Друзья, всем доброе утро. У нас долгожданная и очередная поклёвка. С самого раннего утра, в принципе, и с вечера, когда шёл дождь, у нас тут творился полный хаос. Дублеты. Но очень много обрезов, сходов, зацепов. Потому что здесь, в простовой части, много очень кувшинок и коряжника. По центру сектора у нас вообще какое-то дерево мы там оставили, маркерные даже грузила. Пытались прочистить, но ничего не получилось. Видимо, там серьёзная такая паутина уже. Вот сейчас у нас очередная поклёвочка с моей бойловой точки. Но скажу, что у нас по счёту примерно пока равна проблема с реализацией. Будем сейчас мудрить что-то с поводками, с монтажами. Ну, в принципе, у нас решение есть. Ещё давно мне здесь рыбак, который очень часто ловит, посоветовал сделать маленькие коротенькие поводки и большой крючок. Что, собственно, мы, наверное, сейчас в ближайшее время и сделаем. Потому что мы вчера приехали в суматохе, старались всё быстренько поставить. Параллельно ещё что-то поснимать. Вот у нас очередной зацеп. И рыба тяжёлая. Как поплывёт. На дальнем поне у Владимира борются либо с корягой, либо с рыбой. Больше шансов, что с корягой. Процентов 99. Траллель. Рыбу или корягу. Друзья, к сожалению, ещё очередной у нас зацеп, который сейчас запишем в протокол. Вот у нас уже с этой точки получается кукуруза 5 поклёвок, 2 рыбы, Серёга экспериментально. У меня тоже 5 поклёвок и один карп. Остальные зацепы с расходами, с обрезами. Даже пришлось лодку надуть, простояли, подождали, может быть, карп выйдет. Но когда я туда поплыл, увидел, что там просто сплошная паутина и всё очень сложно. Не знаю, как мы будем с этой точки вываживать. Возможно, придётся всё дело с лодочки вываживать. Потому что немножко мы, скажем так, наискосочек забросили под кулшинки. Там очень перспективное местечко. Ну ладно. Надеюсь, что мы с этой бедой справимся. Постоянно у меня на высокополе какие-то проблемы с этими засходами, с зацепами. Я ловлю на классическую насадочку Source с ананасиком. Серёга там экспериментирует с лапшерсами, с футерусской крейвом. И, в принципе, пока поклёвывает. Мы находимся в 25-м секторе высокополя. Уже рассказывал, сюда нас занёс жребий. Потому что, когда я позвонил и спросил свободные сектора, их просто-напросто не было. И ребята, которые сюда собирались в это время, они по каким-то причинам своим отказались. И нам предложили, собственно, единственный возможный вариант. Сейчас весь водоём тоже практически занят. Ну, понятно, что все хотят поймать крупную рыбу. Здесь их предостаточно. Но я даже не буду в этот раз вообще зацикливаться в каких-то бедствиях. Потому что всегда, когда целишься, настраиваешься на какие-то крупные рыбы, всегда ничего не получается. Как мне было на дикаре, просто приехал на рыбалку отдохнуть, и оказалось, что поймал крупную рыбу. Вот. Поэтому сейчас наша задача решить проблему с зацепами, с исходами. Может, как-то сейчас попытаемся подчистить немножко. Потому что, когда я даже прорывал шок-лидер, чувствовал, что там просто через какие-то паутины шок-лидеров... Ну, понятно, рыба у себя дома после подсечки сразу же уходит на вот этот вот безопасный ей участок. И там освобождается от наших поводочков. Ну, мы обязательно обхитрим. Погодка отличная. Вообще просто нельзя лучше придумать. Вчера пасмурная погода. Ветер хвост дует. Я надеюсь, что нагонит нам сейчас рыбу. Ну, и так у нас поклевок за такое количество времени просто предостаточно. Осталось решить проблему с реализацией. Так что, погдом, запрос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Так, друзья, можно нас поздравить с первым промежуточным успехом. Это, я думаю, у нас за десяточка с моей точки. Был небольшой перерывчик вообще у нас поклевал. Часа три нас никто не тревожит. Вот такой вот боец со шрамом на жабре. Видимо, после нереста где-то на свадьбе там ковыркались. Черный, темный. Ну, вот тот, который живет здесь в коряшках. Давайте сейчас его взвесим. Сумку мы не обнуляли. Но она мокрая, где-то полтора килограмм весит. Там нам точная цифра, наверное, ни к чему сейчас. Ну да, 11100. 11.050, грубо говоря. Фух. Ну что, отличный результат. Вот у меня есть, в прошлом видео рассказывал, сходить в одно место. А у Сереги есть на боковую сходить. Ты хоть поработать ряд, ляжь, поспи, и все пройдет. Только он лег, я взял стульчик, спокойно сел с баночкой. И после первого пика сразу уже потек, потому что находился буквально в метре от ротпода. И он даже проснулся и не знал, что ждет вот такой наш первый красавец. Все, давайте не будем им мучить. Пустим, но обязательно только после фотосессии. Губы черные какие у меня. Губы черные какие у меня. Ребята, такое бывает один раз, может два раза в жизни. У нас рыба зацепила чью-то оснастку. У нас две рыбы. Но была одна поклевка. Как такое может быть, я не знаю. Причем обе крупные, в районе, наверное, 6 килограмм. Вот такие бывают курьезы у нас. Это первый раз. И вот второй чей-то шук-лидер. Без грузила, правда. Освободился, но видимо, не сумел. Так, товарищи, спокойно. Слышишь, вот дуплет, это одно. А вот две рыбы на одну удочку и до такого. Ну да, вот у него уже, кстати, губа такая синяя. Видимо, давно сидит. Вот это очень крепко. Так, давай, дружок, ты плыви и отдыхай. А товарищу твоему нужна небольшая операция. Медицинская помощь. У него с одной стороны ранка еще внутри порез. Крючок глубоко сидел, поэтому не смог освободиться. Ну, судя по всему, часто ловился, губа вообще синяя. Сейчас помажем им. Тем временем у нас еще одна поклевка. Серега уже тянет. Я тут один справляюсь. Тихо, тихо, тихо. Правильно, повернись. Тут тоже чуть-чуть. Ну все, можно опускать заложника. Я не пойму вообще. Есть там рыба? Вот, смотри, что там есть. А ты на шоке, да, фигня какая-то? Сошел? Я еще не понимаю. Или опять с чем-то? Е-мое, опять ты... А там опять рыба, да? Ну вот, теперь я не понимаю. Друзья, столько этих... А с нас так я не ловил за рыбалку ни разу. Да, у нас какая-то рыбалка клининговая. Чистим все секторы. Так, у нас, друзья, вечер. Самое время покормить, потому что, как только... Как раз спресс-карпа был небольшого. Как только начинает темнеть на высокополе, просыпается мафия. И водоем оживает. Это ночной водоем. Очень много здесь различных соревнований. Команды поднимают тонны именно вечернее, ночное время суток. Вот. Но, тем не менее, у нас сегодня был отличный день. Возможно, и хорошо, что мы попали в этот сектор, потому что и ребята, которые сидят неподалеку, тоже рассказывают то, что в этой мелководной хвостовой части рыбка присутствует и достаточно активно плюет. Что мы, собственно, сегодня и увидели. Поэтому, что касается у нас корма. Серега сегодня уже покормил несколько раз своей кукурузой по особому рецепту он вам расскажет завтра об этом. У меня же, как уже сказал, это фигровый орех. Немножко, конечно, мы его рановато сделали. У нас здесь сопли такие не совсем получились смачные. Но, тем не менее, он уже настоялся, забродил и имеет хорошую структуру, плотную, хорошо тонет. И, надеюсь, по вкусу придется многим карпушкам. Ну, и, конечно же, бойлов, которые, если вчера я начинал, скажем так, с крушенных бойлов, половинки резаных, то сегодня у меня в остатках тигровый орешек я порезал пополам целый комплекс тина, который мы, собственно, ловим. Вот такой вот у нас микс, ну, скажем так, в 70-80% здесь резаных бойлов пока пополам. Завтра я полностью уже перейду только на целые бойлы и с кобры и со спом мы будем кормить только целыми. Эксперимент у нас будет до самого последнего момента. Пока что скажу, конечно, ситуация такая, что по поклевкам даже у Сереги впереди, если считать вот этот вот дуплет или, не знаю, как одна поклевка и две рыбы. Вот. Но, тем не менее, конечно, я понимаю, у него немножко совсем другая ситуация по месту ловли. Я вам подробно завтра постараюсь об этом как бы на пальцах рассказать и показать. Вот. И самое интересное впереди, потому что я верю, что данная прикормка сработает где-то на вторые, а может быть, даже на третью только ночь. Поэтому погнали закармливать. Я буду, кстати, кормить с разных ведер, чтобы не мешать. Потому что орех у нас, если сюда пойдет какая-то другая фракция, ну, это будет уже непонятно что. А так у нас он спокойно стоит и с каждым часом, с каждым днем он продолжает до конца доходить. Поэтому поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, доброе утро. Сегодня у нас пасмурно, но тепло. Были серьезные надежды у нас на ночь, но, к сожалению, только с бойловой точки мы поймали маленького карпика на 3 килограмма. И на этом тишина. Утром был у Сереги сход. Видимо, рыбка эмигрирует вдоль камышика. И вот сейчас у нас очередная поклевка с середины точки. Рыба по сопротивлению вроде бы как достойная. Чтобы ее заснять, а то у нас уже получается порядка 20 поклевок. По факту все мелкие рыбки не хочется даже снимать. Ну да, такой вялый. хорошенький. Ну да, где-то, наверное, в районе восьмерочки. Кувшинки, да? Да, этот у него... хорошее препятствие для нас. Зато удобно в подсах положить. Видишь? есть. И напоследок хвостик. хвостик. Ну да, в районе семи. Хорошенький. А флюрик, кстати, да? Угу. Хорошо сидел. Тоже уже не раз ловленый. Длинненький. Снова, наверное, самец. Вот такой вот красавец. Ну, крупных все никак мы не можем дождаться. Время еще есть. Сереге, как всегда, вовремя поклевка. проливной дождь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть все шансы. Есть. Продрал, блин. Только что у нас случился очередной зацеп. Первый показался вообще рядом около нашей кормовой. С точкой. Обычно где-то дальше, когда уводит, вправо. А этот вообще прям рядом-рядом с точкой. И глухой зацеп, кучащих лидеров там. Не знаю, что делать вообще. Сперва попробовал форсировать уже кто кого. Ну, 30-й полоток обрезал. И прошлый раз тоже. Сейчас я забросил флюр. Не успели еще мясо пожарить. Очередная поклевка. Все мокрые, но... Рыба идет. Довольны. Пока рыба идет. Да, рыба идет. Может быть, вытащим. Тоже замучился, мордой тратить. Угу. Ну, такой. Под 9. Ох, красавица. Теперь ты тут ручный, да? Первый по первому. Сейчас говорит. Разогнался, блядь. Он чувствует подсак. Прямо сразу. В этот раз не получится. Ну, вот мы его уговорили. Ну, наконец-то. Хорошенький такой. Тихо, я вижу твое намерение. Сценарий снова сработал. Сука, Серега, Слав. Я поднял такой вот красавица. Возьми его попробуй, может, поучиться. Ву, какой. Погорбатый. Горбина у него. Пока не хочет. О! У них у всех губы черные здесь. Постоянно вылуп, пылесосит, видимо. Ради интереса взвесим, сколько наш малыш весит. Да, получается 10, минус полтора, 8500. Хотя, по размерам маленький, но удаленький. Пойдем, отвертим. Вот это горб. Кувшинки разбегать. Пошел, пошел, пошел. Более-менее мы проблему со сходами решили. У нас уже почти ровненько идем. 20 с лишним поклевок. Если в начале у нас тут на 5 поклевок был одна результативная рыба, остальные исходы. То сейчас у нас все нормально. Но столкнулись с проблемой обрез. Была сейчас еще хорошая поклевка на моей точке. Но пока я прыгал в лодку, феррёб пытался его вытянуть. Но оборвали поводок, хотя казалось бы, достаточно толстый, 15 вибров. И сейчас пробуем на флюрике. Тоже хорошо рыба засекается. Сейчас я вам покажу интересную штуку. Все знают, когда я делаю насадки. Я его постоянно бойл, подрезаясь от всех сторон. Это просто соло тонущий соус. Вот сейчас мы возьмем немного меньше. Это мягкий, свеженький. И просто-напросто его мы надеваем вот так вот на эту приблоду. Это угрозка 12 мм. Вот получаются такие отходы. А внутри наш бочонок то, что нам нужно. Прикольная штука. Посмотрел у одного начинающего блогера. И все. И нам не нужно заморачиваться с обрезанием бойлов по всем краям. Но! Один важный нюанс. Это плюс и это минус. В данном случае, когда мы часто достаточно перезабрасываемся, никакого минуса нет в том, что он очень быстро растворяется. Потому что мы, скажем так, раскрыли бойл. Не как мы обычно запечатаем. Он может лежать достаточно долго. А здесь сразу же его и плотва может немножко поддирать. И сам он быстрее растворяется. Вот мы... Сколько он у нас? Часов даже двух он не простоял. Хотя это обычный вареный бойл. Да, свежий, мягкий, но как бы такой нюанс есть. Поэтому имейте в виду, когда будете подобные мотивации делать. Но зато идет постоянная отдача трактантов, всяких там от бойлов. Потому что растворение там всегда как бы хорошо. Вот. И вот такой у нас получается поводочек. Засечки тут пока нормальные. Так, Серега у нас тут навязал блатных стиков. Здесь крушеные бойлы соус. Он тоже выловит на них. Но нам, правда, на кукурузу. Вот. А за основу взял наш микс фирменный. Стик-микс. Есть специи сладкие. Стоять. И рыбные. То есть здесь уже готовы. Вы помните, о чем я вам рассказывал. Наверное, каждую весну, что делаю за основу стик-микса. Беру бойлы на те, которые ловлю. Условно, соус, там, неважно, какие другие там. Краб. И микс пелецов. И чтобы вот тратить кучу денег на покупку каждого вида, здесь мы собрали в такой маленькой упаковочке уже готовый стик-микс из различных пелецов. Поэтому очень удобно. Все. И обязательно мы продеваем стик. Ну, правда, одну плотву сегодня я уже зацепил на этот стик, за хребет. Был один пик. Думали, может, амур долгожданный. Но нет. Казалось, что плотва, видимо, трепала этот стик и зацепилась за крючок. Ну, перезабрасываемся часто, поэтому никаких проблем у нас не возникло. Все. И вот такой вот поводочек у нас готов. Ловим за пятном. Поэтому ничего страшного, что без всяких шляпок. Одна у меня такая насадка, а вторая соус классический с ананасом. Когда я первый раз попал на данный водоем, это была первая насадка, которую мне рекомендовали. По-моему, Сеня с картек. Когда я рассказывал, бери соус с ананасом, беспроигрышная комбинация. Поэтому, друзья, ждем. Погода испортилась, лил дождь. И дно сейчас немножко похолодало. Ветер продолжает дуть в ту же хрустовую часть. Не знаю, почему вчера ночь была провальная. Сегодня тоже намного меньше поклевок. Возможно, рыбу дальше туда снесло. В самый хвост. Не знаю. В общем, будем дальше работать. Надеюсь, все будет отлично. Так, Серега холдует со своим закормом. Так, ну, друзья, счет у нас пока 10-12. Серега, расскажи, как ты это добро-то делаешь. Кукуруза берется обычная, промывается побольше. Она потом берешь специальные бактерии, замачиваешь. Как бактерия называется? Байкал-М1. Я вот, получается, такая интересная. Она не ферментированная, получается? Она ферментированная. Наски с таким, с легким кислым запахом. Не вареная, сырая. Но и внутри она, ну, как тем можно разломать ее спокойно. То есть, грубо говоря, мелочи будет не под силу, а крупный должен хорошо. Точнее, Амур должен хорошо есть. Но пока он не хочет ее есть. Но у него еще есть последняя ночь сегодня. Да, Амур у нас пройдет ночью. Я смотрел, она как бы полностью разваренная, при этом, да? И она не бродит бесконечно, как вот обычная ферментация. Не, она и не вареная. То есть, только кипятком залитая. Нет, я имею в виду, внутри нет муки такой сухой. Прохвала, да? Да, да. Вот, что-то может быть. Она красивая получилась, жесткая. Хорошо сидит на крючке. Ну да, держится она, конечно, хорошо. Да, но при этом, видишь, нет ничего. Все как бы готово. Ну, я еще и просеивал, потому что укурузы чисто не найти. Я через сито крупное выбрасывал всю грязь. Так что, друзья, у нас осталась крайняя ночь и немножко утро. Посмотрим, что получится. Погнали кормить. Кукурузка рулит. Тяжеленькая, тебе говорю, нормальная рыба. Кукурузка с ананасиком, да? Угу. Зацепился хорошо. Ну, это с закормленной точки. Да, это с кормом. Какой пузатик. Классный. Сверху чешуя такая, у него в ряд идет. Тузик какой-то. Фух, друзья, наконец-то мы дождались этого. Все, что мы до этого делали. Так, родной. О, на флюрик. И тигровый орешек. Тише, 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 тише. Тише. Фух. Вот это самочка. Ну, видишь, это самцы, самцы. Тише. Ё-моё. Вот это нас. Адреналинчик. Чтобы не тузиков вешать. Фух. Фух. Ё-моё. Фух. Вот это, ребята, победа. Фух. Делайте ваши ставки, господа. В следующем видео. Я вам покажу момент взвешивания, который мы, конечно, сейчас сделаем. Я для вас сделаем небольшой конкурс с хорошим призом от команды Car Travel. Кто угадает, ближе или точный вес данного трофея. Давай до 50 грамм, будет интереснее. Ну, кто-то точно назовет, значит, будет точно. Давайте сейчас сумка у нас уже висит. Я ее сейчас обнулю. Потому что я больше уверен. Это будет наш Big Fish. Вот это пузяка, родная. Тише, тише, тише. ИНТРИГУЮЩЕЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Готово рыбка Субтитры сделал DimaTorzok Скажем так потяжелее как утюг А этот нормальный Флюор нормальный цел, да? Угу Зашел По цаке Айомая Угу Черныш Музыка Ну что, друзья, заканчивается наша рыбалка. Остались считанные часы. Что по рыбалке? Давайте начнем с самого основного, да, с чем мы начинали. Ну, вчера мы пришли к выводу общему, что несмотря на то, что там у меня 20 поклевок у Сереги, 13. Первая проблема, с которой мы столкнулись, это сходы. Сходы много. Да, затем у нас, в данном случае, в моей точке были обрезы, поставили уже толстые 30-ти либровые в оплетке поводки и непонятно, что там находится. Как будто как-то там крафтить. Это мои друзья. Чирк готово. Все. Мы же такой рыбы и поймали один с обрезанным. Да, у нас несколько рыб с оборванными оснастками, одна рыба с оборванным как раз поводком вот этим. Вот. Но, тем не менее, удалось решить эту проблему с помощью флюорокарбоновых поводков и более-менее мы начали подлавливать, да. Итого, у меня 20 поклевок, Сереге 13, но эксперимент наш, ну, скажем, мягко говоря, не объективный, потому что когда Серега ловит, скажем так, на входе, да, вот в эту хвостовую маленькую заводенку, у него стабильно поклевки были вот этим вечером, да, когда рыба, видимо, заходит сюда. Дуплет, у тебя вот 18.10, 18.40. Именно вечернее время, когда рыба на проходе. У меня же совсем другая точка, я ловлю около кувшинок, там, раньше, как говорят, была коса, и плюс ко всему дом ее, с правой стороны коряжник, и я просто-напросто ловил около ее дома. Да, результативность этих поклевок очень маленькая, потому что, ну, условия действительно тяжелые. Экстремальные, столько шок-лидеров мы не ловили ни разу. Да, снастых дуплет или как его назвать. С одной поклевки две рыбы. Да, еще у меня такого в жизни не было. Конечно, там полный лес из шок-лидеров, паутина, можно сказать, но, тем не менее, рыба тут предостаточно, и мы уже точно знаем, что крупная там есть. Основную задачу мы свою выполнили постепенно, кстати, у нас, да, нормально все было, сначала шестерочки, потом мы за десяточку взяли, но много рыб по 3 килограмма. Сегодня мы решили провести ночью эксперимент, да, и ты поймал вот эту зеркальную девятку как раз с корма, да? Да, да, именно с корма, именно с кукуруза пришла, то есть я оттянул. Мы ради эксперимента решили, вот по одной палке у нас как бы заброшено за кормом и пятном, Серега вообще, в принципе, ловит под камушом, как оказалось, там на бровке вообще, да, ты ловишь? Чуть-чуть дальше, бровки, так, визуально, там. Да, и поставили палки в корм, несмотря на то, что я кормил и бойлами, и с орехом, сколько ты сегодня, ну, трешку вытащил, да, у нас вот 4 утра, без 10, 12, 10 минут 11, палка одна, которая у меня была заброшена непосредственно в корм, там эти трешки находились. Сереге тоже, сколько, две трешки было, да? Но, несмотря на то, что это была одна кукуруза, все-таки крупная рыба там тоже была, и девятку, ну, с корма поймали. Вот, поэтому, ну, мы попытались провести этот эксперимент, он не совсем объективный получился, поэтому, если вам вообще эта тема интересна, я постараюсь найти водоем, получше где-нибудь на дамбе, где будет чистое поле, размещу эти точки, лучше, чтобы это вообще был дикарь, поэтому ставьте лайки, пишите в комментариях, если вам это интересно. Вот, ну, а ты свою задачу не выполнил. Амур, я тут так и не поймал. Да, не в решалке. Хотя, сказали, да, это мало шансов, сколько, одного поймали или двух за два года? Да, в том году поймали, не, одного крупного, 19,500, и где-то 15,17, ну, а это единственный, по-моему, раз, когда он проклюнулся за несколько лет, хотя, как по рассказам администрации, суда запускали очень-очень, причем несколько раз запускали. Но раньше здесь дистанция до противоположного берега была, ну, в некоторых секторах, там, 120 метров. Сейчас это 160-180, и продолжает удаляться, поэтому ему здесь еды просто немерено, в хвосте там вообще, мы думали, тут уже края, оказалось, что там еще далеко-далеко, и много перспективных, интересных мест, где рыбы можно спрятаться и покушать вдоволь. Поэтому, такая у нас получилась рыбалка. Это сейчас самый ответственный момент, фото с трофеем, специально его подержали, и давно я мечтал сделать фотографию с крупной рыбой в воде, а у нас здесь есть тут кушинки, прекрасные кушинки, да, теплая водичка. Сейчас мы сделаем обязательно фотосессию. Поэтому, друзья, такие дела. Вроде все, да? На кукурузу я еще хочу экспериментировать. Надо на дамбу тебе. Да, надо в одинаковые условия, пробовать в одинаковых условиях. Тут у нас разнесены точки, но... Ну, ты лаешь проходящую рыбу, тут вообще, если бы он так вот сделает, по прямой... Вот не вытащили вот здесь. Ну, да. У нас тут хорошие корчи есть. Все оборудовано. Эта рыба нам просто подарок, этот бекфиш. Он сначала пошел в левую сторону от коряк. Я вот немножко протащил, и он ушел вправо. То есть он взял, специально обошел два огромных дерева, которые валяются здесь, и благополучно вытащили. Ну, ладно, друзья, будем теоретическую часть заканчивать. Пойдем фотографироваться и собирать вещи. Так, друзья. Вот он, наш ночной гость, трофей Бекфиш. Во всей красе. Вот это торпеда. Сейчас с ним обязательно сделаем фоточку. Здесь, на фоне камышков. Посмотрите, машина. Ну, как ее можно остановить было в коряжнике, если бы он пошел? Шансов нет. На этой прекрасной ноте мы будем завершать нашу рыбалку. Пишите ваши комментарии, сколько это Бекфиш. И мы разыграем в следующем видео тот, кто будет ближе всех к этому весу. Всем не хвостань чешуи и отличных вам рыбалок. Давай, родной, плыви. До новых встреч, как говорится. Никак мы, друзья, не можем собраться. Сейчас уже час дня. Третья поклевка. И все они случились за последние, где-то, наверное, минут 15, да? Да. Зеркальный карпик небольшой. Один зацеп. Но флюр выжил. Рыба сошла. И сейчас еще одна. Уже она Серегина точка. Прошел все удачный. Сейчас трешка будет, 100%. Да, посмотрю. Не удается. Давай, Амур. Оп. Амур, да. Хороший, слушай. Красавец, да? Хороший. Кукурузная точка-то работает. Вата нету. Е-мой, это за десятка, наверное. Ну что ж, нам под занавес с кукурузной точечки прилетел бонус. Как мы взвесили 11 400. Сейчас мы попробуем с ним фоткаться. Он буйный. Не устал. На моте не был? На моте даже не был. Опа. Ныря, ныря, ныря. Все. Нормальная фотка будет. Отлично.